Казахстан 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 сил. Это штаб-командование, которое состояло из 45 наций в первую очередь. Майор Батар Туяков в Ливане пробыл год. Уехал в марте 2020-го, вернулся в апреле 2021-го. Сейчас рассказывает, что шел к службе в составе миссии целых 4 года. Написал рапорт, прошел обследование и начал подготовку. Военный из Казахстана должен был быть готов к любому повороту событий. Я был направлен туда в качестве наблюдателя, в качестве военного наблюдателя, в качестве штабного офицера и в качестве офицера взаимодействия. То есть мы напрямую взаимодействовали с противоборствующими сторонами. То есть это напрямую с Израилем и с Ливаном. Военный, входящий в состав любых миротворческих сил, это не просто офицер. Это специалист, который помимо рядовых знаний военнослужащего обладает дополнительными навыками и умениями. Вот уже 13 лет в Казахстане работает учебный центр «Партнерство во имя мира». Он получил сертификат ООН по таким курсам, как защита гражданского населения и штабные офицеры. Но почему важна такая подготовка? У миротворцев очень щепетельная задача, не принимая ни одну из сторон конфликта, поддерживать порядок, защищать гражданское население, которое больше всего страдает во время вооруженных столкновений. Уверен, что подготовка прошла на высоком уровне и бойцы готовы к выполнению задач в соответствии со стандартами ООН. Подготовка миротворцев делится в три этапа. Первый этап включается формирование и отбор военнослужащих. Второй этап – слаживание подразделения и изучение стандартов ООН, специфики миссии, а также проведение занятия по миротворческой подготовке и другим предметам. Вся миссия в Ливане подчинена строгим правилам и распорядку дня. Патруль, служба на стационарных блокпостах, постоянная боевая готовность. Казахстанские участники миротворческой миссии – добровольцы, которые рассказывают, что дома их решение поняли и приняли. Снова военного играешь? Да. Молодец. Алексей Бурковский – участник миротворческой миссии ООН в Ливане, пока сына и жену видят вот так, на расстоянии. Но это не мешает быть в курсе семейных дел. Он в составе четвертой сводной миссии прослужил в Ливане почти полтора года. На смену этого контингента вылетел теперь уже пятый, юбилейный. Четвертый встречали на родине с почетом и баурсаками. На протяжении восьми месяцев выполнял миротворческую миссию в республике Ливан с поставленными задачами перед Казахстанским контингентом, такими как охрана миротворческих баз, мобильные, пешие, воздушные патрулирования, организация службы на блокпостах, поставленный контроль за голубой линией между Ливаной и израильской границей и другими задачами справились с честью и достоинством. Тем самым, в очередной раз показав на мировой арене высокий боевой дух и профессионализм казахстанской армии. Профессионализм казахстанской армии отмечают и в самом штабе ООН. Казахстанские военные в Ливане служат в составе индийского батальона согласно мандату Организации Объединенных Наций. Хочу поблагодарить руководство командующего лично за предоставленный опыт в участии в таких миротворческих миссиях. Кроме того, непосредственно командующим ООН в Республике Ливан генерал-лейтенантом Стефаном Дел Колом и командиром индийского батальона Нарайанг Сингбати были выражены слова благодарности командирам всех степеней за правильный подбор и профессионализм казахстанских военнослужащих, выполнявших миротворческую миссию. Казахстанские военные в Ливане были задействованы в пешем и автомобильном патрулировании, штабной работе, дежурстве на наблюдательных пунктах и блокпостах, обеспечивали безопасность постов ООН, выполняли операции в батальоне мобильного резерва. Но самым сложным было не это. В первую очередь сложность – это безопасность. То есть опасение безопасности в первую очередь за себя, безопасность за свою команду. Временные силы ООН состоят из штаба командования и из двух секторов. То есть штаб командования разделен на два сектора, а секторы разделены на 5-6 батальонов. Майор Туяков вспоминает местные жители – голодные, уставшие от военных действий люди. В стране не прекращается катастрофический финансово-политический кризис. Служить в таких условиях – дело непростое. Мы выполняли свой долг в Ливане. Казахстанцы до этого еще зарекомендовали себя с положительной стороны. Проходя службу в непривычных для нас условиях, мы ежедневно подтверждали свой профессиональный уровень и отличную боевую выучку. Миротворческая деятельность остается важнейшим элементом внешней политики Казахстана вот уже больше 20 лет. В 2000 году впервые в государстве был учрежден казахстанский миротворческий батальон «Казбат». Его военные участвовали в операции «Свобода Ираку» на протяжении 5 лет. Всего 9 казахстанских миротворческих контингентов в 290 человек служили в разное время в Ираке. Это и военные инженеры, и медицинские работники. Для казахстанцев подобный опыт бесценен. Это еще и возможность на деле испытать себя в реальных боевых условиях и получить уникальный опыт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok